Желал бы и я чувственными очами видеть тебя, и уст и к устам беседовать с тобой, если бы было возможно. Но как это невозможно, то мы зрим тебя другим образом, зрим душевными очами и беседуем с тобой письменно, надеясь через такую беседу получить немало себе пользы. Ибо веруем, что и ты один из тех, кои по евангельскому слову оставив все последовали Христу, кои могут говорить «нам мир оспяся, и мы миру», и о коих прилично сказать «посла Бог духа сына своего в сердца ваше, вопиюще, а во очи». Таковые бывают учимы духом, и не требуют, да кто учит их. И не в научении тебе хочу сказать нечто, а так, братски, хочу поделиться тем, чему научили меня святые отцы. Главное, о чем поболеть должно, есть, чтобы Иисус Христос вселился и пожил в нас. Такого дара и благодати начала, корень, источник и основания есть по уклонении от зла и сотворении блага, то есть по житии во спасительных заповедях во Христе Иисусе, непарительная в движении сердца молитва во время терпеливого пребывания безмолвника в безмолвной, но освященной келице. Здесь безмолвствующий вначале ревнует собирать божественное богатство в неразвлеченности, вниманием и молитвы, хотя часто увлекается в развлечения по причине новоначальности сего подвига и непривычки ума стоять на дном. Достигший потом середины совершенства, он наиболее богатеет неразвлеченностью и начинает молиться уже сердечно и чисто. Преуспевший же до совершенства, он молится уже в духе и истине и емлется в восхищении ко Господу нелесным светом благодати. Таким образом, желающий трезвиться, по примеру, богоносных отец, донудит себя всегда. Внутри сердца своего молиться чисто и неразвлеченно, внимая одним речением молитвы, во всецелом без попечений, безмолвий и внимания, из коих источается оживление сердца и теплота, попаляющая страсти и демонов, и очищающая сердце, как в плавильной пищи. От такой молитвы развивается влечение ко Господу нашему Иисусу Христу и непрестанная к Нему любовь. Отсюда сладостное излияние сердечных слез, коими, как и сопом, окропляются и омываются душа и тело в покаянии и исповедании с любовью и благодарением. Отсюда тишина и мир помыслов, превосходящий всякий ум. Отсюда снегоблестящее одеяние возможного человеку без страстия, души воскресения прежде тела и в изображении ее по образу и подобию, деяниям и зрением, верою, надеждою и любовью, всецелое упокоение в Боге, непосредственное с Ним единение, восхищение к Нему и Его видение ныне, как бы зерцалом и в гадании, как залог, а в будущем зрение Его лицом к лицу, совершенное обладание им и вечное им насыщение, чего получить, да сподобимся и мы от всеблагого Бога молитвами святых. Аминь. Аминь. Непрестанно молись, и молись без гнева и размышления. Знай, что всякий помысл, отдаляющий ум от Бога, хотя бы сам по себе казался благовидным, есть от дьявола, который сеет непрестанно благословные и бессловесные мечтания, чтобы только отвлечь ум от Бога, от заповедей Его и благих дел. Ни на чем таком, нисколько, не должен останавливать внимание, а с твердостью отревать то, и всячески очищать сердце от всяких злых прилогов. Дьявол усиленно заботится о том, чтобы отдалить ум от Бога и вплесть его в мирские сласти, а душа всячески должна подвязаться, чтобы не отступать умом от Бога, не соглашаться и не сослагаться с нечистыми помыслами и для того не засматриваться на то, что живописует в голове сей древний и всехитрый ловец, то есть на изображении вещей, лиц и дел, в коей преображается лукавый дьявол. Бедный человек, увлекшийся с ним, стоя на одном месте, думает, что он находится где-нибудь Индия, видит, кажется, разные лица, говорит с ними и ведет дела, между тем, как все сие есть прелесть дьявольская. Итак, должна, заключившись в себе, обуздывать ум и отсекать всякий сторонний помысл именем Господа нашего Иисуса Христа в землящего грех мира. Где стоит тело твое, там пусть стоит и ум, чтобы между Богом и сердцем не было ничего такого, что как облак какой или какая завеса помрачала бы сердце и скрывала лик Божий от него. Если иногда и увлечется ум, не должно замедлять на помыслах тех, чтобы сосложение с ними не вменилось ему в дело пред Богом в день суда, когда будет судить Бог тайной человеков, и когда всякое помышление человеческое исповестся ему. Подвиг сей сопряжен со многими искушениями внутренними и внешними, но мужайся. Блажен человек же претерпит искушение, ибо, будучи искушен, он восприимет неувидаемый венец и будет храмом великого царя Христа, который, устроив себе жилище в нем, вселится в нем и походит. Имея такие обетования, упразднись от всего, и, внимая непрестанно Господу Богу, ничего более не проси у Него, кроме милости, и довлеет тебе. Прося же милости, проси ее со смиренным и сокрушенным сердцем от утра до вечера, а если можно, и всю ночь, вопия к Нему. Господи Иисусе Христе и Слове Бога Живого, Богородицею помилуй мя. Понуть же себя, еще повторю, понуть себя, ибо великого понуждения требует дело сие. Тесен и прискорбен путь, вводящий в дверь жизни, и только нудищее себя входит в него. Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают е. Не отдаляйся от Бога умом, и сердце твое дохранит память Господа Иисуса Христа. То же и то же сладчайшее имя всегда повторяй, пока не внедрится оно внутри сердца твоего, и не возвеличится в тебе Христос. Смотри же, никогда не оставляй и правила сей священной молитвы, ибо я слышал некогда от святых отцов, кое говорили, не монах тот, кто оставляет те правила. Монах, если или пьет, шествует или служит, должен непрестанно взывать «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Памятью имени Господа Иисуса Христа сердце разгорается на брань против врага. Памятью Господа душа-труженица разыщет все, и злое, и доброе. Злое искоренит, и доброе насадит. Памятья победит дракона и смирит его. Памятья обличит живущий в нас грех и истребит его. Памятья победит всю силу дьявола в сердце и уловит его, одолеет и растешит полма. Неутомимо призывай имя Господа Иисуса, и не сшедшего глубины сердца оно попалит все корни греха и оживотворит душу. Непрестанно призывай имя Господа Иисуса, и сердце твое поглотит Господа, и Господь сердце, и будут два едины. Впрочем, дело сие не есть дело одного дня или двух, но иногда многих лет и продолжительного времени. Потребно много труда и времени, пока изженится враг и вселится Христос. Адам согрешил и умер, а Христос не согрешил, но также умер. Это необычайно и дивно. Тот согрешил и умер, а этот не согрешил и также умер. Для чего? Для того, чтобы согрешивший и умерший мог через несогрешившего и умершего освободиться от уз смерти. Так бывает и в денежных делах. Часто один бывает должником и, не имея возможности заплатить, содержится в узах, а другой, не будучи должником, но имея возможность заплатить, уплачивает и освобождает виновного. Так было и с Адамом. Адам сделался должником и был во власти дьявола, но не имел возможности заплатить. Христос не был должником и не находился во власти дьявола, но мог заплатить долг. Он пришел и заплатил смертью за того, кто был во власти дьявола, чтобы избавить его. Видишь ли действие воскресения? Мы умерли двоякою смертью, и потому ожидаем двоякого и воскресения. Христос умер одною смертью, потому он и воскрес одним воскресением. Как это, я скажу. Адам умер и по телу, и по душе. Умер и грехом, и естеством. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Однако, естеством, он не умер в тот же день, но умер грехом. Это смерть души, а то смерть тела. Впрочем, когда ты слышишь о смерти души, то не подумай, что душа умирает, она бессмертна. А смерть души есть грех. И вечное наказание. Посему и Христос говорит, «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». А погибшее существует, но только незримо для того, кто лишился его. «Смерть, как я сказал, у нас двоякая, потому и воскресение должно быть двоякое. А у Христа одна смерть, так как Христос не согрешил. Но и эта одна смерть была для нас, так как он не подлежал смерти. Он не был повинен греху, следовательно, и смерти. Посему он и воскрес воскресением только от одной смерти. А мы, умершие двоякою смертью, воскресаем и двояким воскресением. «Одним мы воскресли пока от греха, так как погреблись вместе с ним в крещении и восстали вместе с ним через крещение. Это одно воскресение – отпущение грехов. А второе воскресение – воскресение тела. Он дал тебе большие, ожидай и меньшего. Первое воскресение гораздо важнее последнего, так как гораздо важнее избавиться от грехов, нежели видеть тело воскресшим. Тело пало потому, что согрешило. Посему, если грех – есть начало падения, то начало восстания – есть освобождение от греха». Толкование на Евангелие от Матфея Стихи 23-27 «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «Нет, спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю». Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, «Ибо все почитают Иоанна за пророка и сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Сказал им и он, «И я вам не скажу, какой властью это делаю». Законоучители, завидуя тому, что Христос изгнал из храма торгующих, приступают к нему с таким вопросом, «Кто ты, что изгоняешь из храма торгующих? Делаешь ли ты это по праву священника или поступаешь как царь? Но ты и не царь. Впрочем, если бы и был царем, то не надлежало бы тебе так действовать, потому что царям нельзя принимать на себя обязанностей священнических». Такой вопрос законоучители предлагают Господу стою целью, чтобы, если он скажет, «Я это делаю своей властью», оклеветать его как возмутителя и человека самовольно действующего. А если скажет, «Я творю это божественной властью», отклонить от него народ, воздававший ему славу как Богу, показав народу, что он не Бог, а раб, будто волею Божию, совершающая эти дела. Что же ответствует на это Христос истинная премудрость? Он уловляет мудрецов в коварстве их и предлагает им свой вопрос об Иоанне, чтобы, если скажут, что проповедь Иоаннова была с небес, уличить их в богоборстве, как не принявших ее, а если скажут от человека, устрашить их народом, так как все почитали Иоанна пророком. В этом месте Господь показывает, что не должен отвечать на вопросы коварные и злоумышленные, потому что Исаам не отвечал иудеям на их коварный вопрос, хотя и мог дать ответ. И здесь научаемся и тому, что хвалить самим себя не согласно с примером Христовым, ибо и Господь, имея право сказать, что Он собственной властью совершает сие дела, не сказал этого, чтобы не показалось, что Он прославляет сам себя. Святитель Иоанн Златоуст Толкование на Евангелие от Матфея «Утру же возврасься в оград, в залка» Евангелие от Матфея глава 21 стих 18 «Почему же Он алчит утром?» Уступая требованиям плоти, Он этим показывал немощь ее. «И узрев смоковницу на пути, прииди к ней и ничтоже обрете, то к молиствии едино» Евангелие от Матфея глава 21 стих 19 «Другой евангелист говорит не убобе время» Евангелие от Марка глава 11 стих 13 «Если же не пришло еще время собирания смоков, то как же этот другой евангелист говорит «Прииди, аще убо обрящет плот на ней» Евангелие от Марка глава 11 стих 13 «Очевидно, это сказано евангелистам потому, что так думали ученики, которые еще не были совершенными». Евангелисты часто излагают мысли учеников. И не только это думали ученики, но и то, что смоковница проклята, потому что на ней нет плодов. Итак, для чего же смоковница проклята? Ради учеников. Именно чтобы их ободрить. Так как Христос всегда благодетельствовал и никого не наказывал, между тем надлежало ему показать и опыт своего правосудия и отмщения, чтобы и ученики, и иудеи узнали, что он, хотя и мог иссушить подобно смоковнице своих распинателей, однако же добровольно предает себя на распятие и не иссушает их, то он и не захотел показать этого над людьми, но явил опыт своего правосудия над растением. Итак, когда подобное случается или с какими-либо местами, или с растениями, или с бессловесными животными, то не любопытствуй. Не говори, если еще не наступило время собирания плодов с смоковницы, то правосудно ли она иссушена? Такие слова крайне безрассудны. Лучше взирай на чудо и дивись и прославляй чудодействующего. Так многие и судят о потоплении свиней, отыскивая здесь причину правосудия, но и в этом случае не должны их слушать, как растения бездушны, так и животные без разума. Итак, почему дан такой вид делу и почему это именно причина проклятия? Это, как я уже и прежде сказал, описано евангелистом так, как думали ученики. Если же не настало еще время собирания плодов, то напрасно некоторые говорят, будто под смоковницей изображается закон. Плодом закона была вера, и этот плод закон уже принес, и время собирать этот плод тогда уже наступило. Нивы сказано, якоплавы суть к жатве уже. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 35. Итак, здесь не указывается на закон, но, как я уже сказал, Христос, проклиная смоковницу, представляет этим доказательство своей силы и власти к отмщению. И это видно именно из слов «Неубобевремя». Слова эти показывают, что Христос подошел к смоковнице с особым намерением, не для того, чтобы утолить голод, но ради учеников, которые весьма удивились тому, что смоковница засохла. Хотя много было чудес и важнее этого, но для учеников, как я сказал, такое чудо было новым и неожиданным, потому что Христос в первый еще раз показал свое правосудие и отмщение. Поэтому Господь сотворил чудо не над другим каким-либо деревом, но над смоковницей, деревом, которое сочнее всех, так что чудо показалось от этого еще более необыкновенным. Но чтобы ты знал, что это сделано ради учеников, именно для ободрения их, выслушай следующие слова. Что Христос говорит? «Вы и большие чудеса сделаете, если будете иметь веру, соединенную с молитвою и упованием». Видишь ли, что все для учеников было сделано, чтобы они не страшились и не трепетали вражеских козней. Потому и в другой раз повторяет то же, чтобы утвердить их в вере и молитве. «Не только это сделаете», говорит он, «но силою веры и молитвы и горы будете переставлять и творить другие, еще большие чудеса». Между тем, гордые и надменные иудеи, желая прервать беседу с учениками, подошли к нему с вопросом, «Коею властью сия твориши?» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 23. Так как иудеи не могли унизить его чудес, то выставляют ему поступок его в храме с торжниками. Подобный вопрос предложили они и у евангелиста Иоанна, хотя не теми же словами, но в том же смысле. Они там говорят, «Кое знамение являеше нам, якосия твориши?» Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 18. Там Христос отвечает им, «Разорите церковь сию и треми денми воздвигную». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 19. А здесь Он приводит их в крайнее затруднение. Отсюда очевидно, что случай, описываемый Иоанном, был в начале служения Иисуса, когда Он только что начал творить чудеса, а описываемый Матфеем, был при конце Его служения. Смысл же вопроса иудеев был такой, получил ли ты кафедру учительскую или рукоположенного священника, что выказываешь такую власть? Хотя Христос ничего не сделал, чтобы показывала гордость, а только проявил заботу о благочении церковном, однако иудеи, не имея совершенно ничего сказать против Иисуса, ставят Ему в вину и это. Впрочем, по причине чудес, они не смели ничего сказать Ему в то время, когда Он изгнал торжников из храма, но укоряют Его уже после, когда увидели Его. Что же Христос? Он непрямо отвечает на их вопрос, показывая тем, что они могли знать о Его власти, если бы захотели, но Сам спрашивает их, говоря, «Крещение Иоаннова откуда есть? С небесе ли или от человек?» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 25. «Но как это относится к делу, спросишь ты?» «И очень. Если бы они сказали с небесе, Он отвечал бы им, «Почто уба неверовости Ему, потому что если бы верили, то и не спросили бы об этом, так как о нем говорил Иоанн, не смь достоин отрешить и ремень сапогу Его» Евангелие от Луки, глава 3, стих 16. «И еще, «Се агнец Божий в земле и грехи мира» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. «И также, «Сей есть Сын Божий» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 34. «И еще гряды свыше над всеми есть» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 31. «И опять лопата в руку Его и отребит гумно свое» Евангелие от Матфея, глава 3, стих 12. Поэтому, если бы иудеи поверили Иоанну, то не было бы никакого затруднения для них знать, какую властью Христос делает это. Далее. «Так как иудеи с лукавством отвечали Ему «не вемы», то Христос не сказал им «и я не знаю». Но что же? «Не аз вам глаголю» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 27. «Если бы они в самом деле не знали, то надлежало бы научить их. Но так как они поступали лукаво, то Христос справедливо ничего не отвечает им. Почему же иудеи не сказали, что крещение Иоаннова было от человек? Боялись народа, сказано. Видишь ли развращенное сердце? Богом всюду пренебрегают, а для людей все делают. И Иоанна боялись ради людей, уважая святого мужа не ради него самого, но ради народа. Ради народа они не хотели веровать и в Иисуса Христа, и вот где источник всех зол для них. Ради народа. Ради народа.